физкульт привет друзья и ученики просто случайный зритель сегодня хочу поговорить с вами порассуждать на разные темы но основная тема выпуска это самый главный фактор роста мышечной массы уверен что большинство из вас и так знают о чем пойдет речь и каждый кто мыслит логически здравомыслие у кого развито хорошо понимает что самый главный фактор роста мышечной массы это естественно анаболические гормоны спорить с этим абсолютно бесполезно потому что примеров доказательных примеров можно привести огромное количество я уже не раз рассказывал вам о своем соседе которому было 32 года на тот момент он сейчас тоже живой слава богу просто переехал я его не вижу так вот на тот момент он был после тяжелой аварии он работал здесь у нас в америке дальнобойщиком и один раз другая фура мужик там уснул не знаю что и выскочила навстречу где ехал наш герой мой сосед виталий и чудом повезло реально удар был очень мощный кабину разнесло но удар пришелся по касателю и то место где сидел сам водитель виталий не так сильно было затронуто естественно все равно у него был мощнейший психологический стресс есть естественно у него были кое-какие травмы в основном связаны с позвоночником шейным отделом и это все сказалось а может быть еще и образ жизни потому что вы знаете как живут как питаются дальнобойщики вообще никак по крайней мере здесь штатах люди зарабатывают серьезные деньги но работа адская работают по многу дней подряд естественно не питаются естественно стараются быстрее преодолеть расстояние мой сосед вообще был crazy он ездил по больше чем по 24 часа без сна в общем о чем речь у него после всего этого и в связи с его образом жизни очень резко понизился жизненный тонус психологический при том что он не работал уже на тот момент где-то около пяти месяцев потому что по страховке получал медицинское обследование лечение массажи всякую такую другую ересь которая естественно психологически никак не могла ему помочь немножечко живя имея опыт уже на этой планете больше сорока лет я ему посоветовал обратиться к врачу именно сдать анализы на уровень собственного тестостерона по той причине что так как мы с ним сдружились общались он мне рассказывал что у него нет желания не то что тренироваться его звал с собой у него на тот момент не было желания заниматься сексом не только женой вообще в принципе пропало сексуальное влечение тонус жизненный ничего его в жизни не радовало так как здесь в америке это все сделать очень просто когда у тебя есть страховка а он гражданин америки у него была есть очень хорошая страховка он сходил ему сделали анализы уровень тестостерона действительно оказался очень низким что произошло человек получил на три месяца бесплатно абсолютно курс если можно так сказать гормонозаменительной терапии это был конкретно препарат тестостерон цепианат чтобы вы понимали больше ничего он не получал даже дополнительных витаминов что меня тоже сильно удивило но видать медицина везде одинаковая так вот получил даже шприцы и делали ему уколы два раза в неделю три месяца что произошло во первых человек кардинально изменился появилось жизнелюбие тонус жизненный очень сильно поднялся он стал активный стал больше двигаться жена естественно была довольна все вокруг были довольны позитив опять появились вечеринки друзья но что самое главное человек все равно не ходил тренажерный зал но при этом у него начала расти мышечная масса не тренируясь просто получая гормоны извне анаборические гормоны а тестостерон вы знаете это анаборический гормон и при этом он умудрялся еще худеть хотя питание абсолютно не менял как питаются здесь люди которые не заинтересованы в своем развитии физической активности в спорте здоровом жизни я думаю вам объяснять и рассказывать не нужно да но при этом он все равно потерял где-то 45 килограммов жира то есть у него чуть ли не проявился пресс хотя до этого был такой животик можно сказать пивной как сейчас у него обстоят дела я к сожалению знаю давно его не видел но после этого он жил еще здесь на протяжении года после отмены курса как говорят многие у него не произошло никакого обвала жизненный тонус не понизился все потому что при грамотном подходе уровень тестостерона после отмены действительно сначала идет понижение его потом идет резкое повышение все это я вам рассказываю не для того чтобы вы стали принимать анаборические стероиды ни в коем случае все это я вам говорю для того чтобы вы поняли что именно анаболизм в нашем организме именно анаболические гормоны стимулируют нас к росту мышечной массы и если вы думаете как большинство думают что женщины чем-то отличаются в этом плане от мужчин это неправда действительно эстроген женский гормон называют женским просто по той причине что в женском организме его больше относительно тестостерона но если вы думаете что эстрогенов нет в мужском организме то вы вообще ничего не понимаете и ни в чем не разбираетесь и в мужчине и в женщине присутствует полный набор гормонов просто тестостерона у мужчина больше и именно по этой причине мужчина имеет общую жировую массу меньше чем женщина к чему я все это веду я вас плавно подвожу к тому что базовый тренинг это самое главное и мужчины и женщины здесь ничем не отличаются если вы пытаетесь девочки накачать свою попу махами или еще какими-нибудь упражнениями в тренажерах то вы никогда этого не сделаете и даже не похудеете и если вы неважно мужчина или женщина пытаетесь похудеть за счет кардио то вы должны понимать что в первую очередь вы будете худеть именно за счет мышц конечно жировая прослойка тоже будет сушиться но в процентном соотношении если бы вы делали только силовую работу полностью отказавшись от классического кардио и даже не делая интервальное кардио вы бы классически красиво избавлялись от жировых накоплений и при этом сохраняли бы мышечную массу а новички наоборот еще бы даже ее и увеличивали и именно только силовой тренинг базовый тренинг когда вы используете в своем тренинге в основном или только гормона выбрасывающие упражнения будет приносить вам пользу гораздо эффективнее тренировка в плане роста мышечной массы из одного-двух упражнений гормона выбрасывающих нежели если вы будете делать 10-20 упражнений в тренажерах это абсолютно бесполезный тренинг конечно если вы не ходите в зал просто ради удовольствия ради того чтобы погонять кровь чувствовать себя в тонусе да действительно такой тренинг имеет место быть но если вы пришли в зал а я думаю большинство из нас сейчас занятые люди то вы должны понимать осознавать что результат дает только тяжелый труд и невозможно прогрессировать в 10-15-20 упражнениях а прогресс когда вы постепенно увеличиваете свои силовые показатели и в весах и в повторениях только это является залогом постоянного постоянного роста естественно когда вы уже выходите на уровень среднячка вам необходимо просто периодизировать свой тренинг простой пример моя группа теломастерская закрытая группа платная группа чтобы в нее вступить нужно оплатить взнос в 160 долларов но это копейки поверьте мне спросите если не верите мне людей которые входят в эту закрытую группу а их там уже 128 человек 128 человек напишите им письмо хоть один из них даст вам негативный отзыв о этой группе нет а как бы это не казалось странным люди которые тренировались у меня которые прошли через мою онлайн дистанционную подготовку были два или три человека недовольных при этом что подход был индивидуальный понимаете я никого не обманываю и даже люди некоторые которые оплатили группу все равно потом идут ко мне на персональные тренировки на самом деле все мы с вами одинаковые друзья физиологические биохимические процессы в нашем организме одинаковы на нас одинаково на всех воздействует силовой тренинг и классическая кардио одинаково всех нас убивает и эти мифы которые мои коллеги пытаются донести до вас что каждому нужен индивидуальный подход это полная чушь нас так учат именно из-за того что бизнес индустрия это все фитнес это бизнес давно перестал быть он чем-то рассчитанным на то чтобы давать вам пользу таких людей единицы кто действительно старается это что я говорю вам вы должны понимать я же тоже заинтересован мне гораздо интереснее если вы будете тренироваться у меня персонально потому что это год тренинга стоит у меня 1200 долларов понятное дело что это дороже что мне выгоднее чтобы вы не в группу мою закрытую вступали приходили ко мне на персональный тренинг но я вам говорю что персональные тренировки это в первую очередь именно для тех кто хочет выступать тренер всегда более адекватно смотрит на вашу фигуру и может подкорректировать в плане на что делать больше усилия но в первую очередь это питание тренер помогает вам корректировать ваше питание относительно ваших целей и задач поэтому друзья изучая мои статьи мои видео ролики вы можете абсолютно бесплатно не приходя ко мне на персональный тренинг или кому-либо другому не вступая в закрытую группу самостоятельно разбираться во всем делать минимум грамотного силового тренинга не тратя на это больше часа за одну тренировку не тренируясь каждый день не делая классическая кардио кроме как только для того чтобы размяться и сделать саминку в конце вашей силовой тренировки а разминку в начале естественно и так я надеюсь что все равно основной массе здравомыслящих людей понятно почему так важна база исключительно база только по той причине что она выбрасывает в кровь огромное количество гормонов а гормоны уже будут регулировать относительно того как вы питаетесь набираете вы или худеете кстати для тех кто тоже до сих пор сомневается в том что гормоны это основной фактор роста мышечной массы посмотрите на профессионалов представьте себе что будет с профессионалом а вы можете даже не представлять обидеть с теми кто перестал соревноваться кто перестал даже тяжело тренироваться они сдулись но сдулись они не потому что они перестали много есть или стали как-то по-другому тренироваться нет они сдулись только потому что либо полностью убрали фармакологическую поддержку анаболических гормонов либо ее резко снизили кто бы что вам не говорил что вы набираете на вашем курсе если вы по своей глупости начинаете курсить в раннем возрасте то вы просто все сольете при его отмене а 99 процентов из вас даже если будет пробовать фармакологию это будет месяц два ну максимум три потом все равно вы ее прекратите во первых это дорого во вторых это практически в каждой стране мира незаконно так зачем садиться на фарму зачем использовать фармакологию особенно раннем этапе когда можно развивать свое тело натурально до 35 лет вы смело можете тренироваться в натуражку а потом сдать гормоны на свой собственный тестостерон и я вас уверяю что у 95 процентов мужского населения уровень тестостерона будет либо низким либо будет на чуть ниже нормы но я вас уверяю что сейчас норма тестостерона занижена после второй мировой войны раньше это было вообще легко найти в интернете сейчас сложнее доктора во всем мире резко снизили нормы тестостерона для здорового мужчины связано это с тем что после второй мировой войны резко упал уровень тестостерона у всего мужского населения планеты у всего единственные страны мира где это не затронуло это маленькие государства гордые государства и врачи ничего не могли с этим поделать пришлось понижать общие нормы тестостерона девчонки и мальчишки не тратьте свое время попусту копируя программы профессионалов для вас это абсолютно бесполезно и я скажу больше для вас это вредно вы будете переутомляться вы будете перетренировываться потому что даже на фармакологии можно перетренироваться как говорится с дуру можно и хрен сломать правильно поэтому всегда думайте головой и согласитесь даже если подходить ко всему здравомыслия через призму логики вы поймете что как можно понять что на вас лучше действует если вы начнете к примеру сразу со многого вы не будете знать в какую сторону вам двигаться в сторону повышения если у вас нет прогресса в росте массы или наоборот в сторону понижения но как будет грамотно и логически если вы начинаете с минимума вам отступать некуда если у вас нет прогресса действительно логически будет добавлять все очень просто это касается того что у нас с вами является самым главным фактором роста повторяюсь в очередной раз мужчины и женщины ничем в этом плане друг от друга не отличаются единственное что нужно понимать что мы все действительно индивидуальны в плане питания и те примеры которые приводятся что эктоморф эндоморф мезоморф всем нужно как-то особенно тренироваться это полная чушь это самая большая чушь и ересь которую только выбрасывал в мир фитнес какой-то тренер не знаю кто это придумал потому что придуманы эти психотипы да действительно друзья я не ошибаюсь это психотипы их придумали психологи они действительно полезны только для того чтобы посмотреть как вам грамотно строить свой план питания но это и так понятно любой человек видя себя в зеркале понимает толстый он или худой вот я к примеру очень долгое время не понимал потому что мне в комментариях особенно когда я только начинал блогерскую деятельность писали мне 50 процентов писала что я дрыщ 50 процентов писала мне что я жиробас я очень долго комплексовал не мог понять кто же я такой но пришла когда немножечко большая армия подписчиков нашлись умные люди которые сказали что я дрыщ жиробас и теперь я успокоился и стал понимать куда и в каком направлении мне двигаться большое спасибо видите тролли тоже нужны они дают нам понимать кто мы такие и куда нам с вами нужно двигаться очень интересная точка зрения которая действительно работает и которой нужно прислушиваться с моей точки зрения высказывается высказывалась я думаю будет высказываться уважаемым мной человеком доктором любером который действительно дает очень грамотные советы который понимает в чем отличие от тренинга на фармакологии и без фармакологии который еще с незапамятных времен учил нас как тренироваться я был еще ребенком я читал его книги я читал статьи в журналах которые мог найти и они действительно работали и тренировались ребята все тогда наши которые показывали хороший результат именно через призму увеличения силовых показателей но нельзя линейно идти повышать веса вы когда-нибудь упретесь рогом и я не раз рассказывал своих роликах почему потому что любая повторяющаяся работа особенно если она монотонная как кардио очень быстро утомляет центральную нервную систему развитые страны в отличие от россии это понимают и даже когда в америке были производства когда собирались автомобили здесь на конвейерах никогда ни один рабочий не работал больше двух лет на одной операции на вазе на автовазе я сам через это прошел человек как пришел так и умер на рабочем месте понимаете и потом мы удивляемся почему у нас такая тяжелая жизнь почему мы так себя плохо чувствуем да потому что никто никогда не думает о вас друзья только вы сами должны о себе думать понимаете если кто-то верит в то что государство вас заботится это все равно что верить в мифических драконов раньше были драконы сейчас появились террористы если кто-то верит в террористов то это все равно что верить драконов я думаю умным грамотным людям не нужно это объяснять любая политика любое государство практически в 99 и 9 процентах случаев точно так же как и религия особенно сейчас российской федерации направлена на то чтобы управлять массами управлять людьми как избавиться от войн я понимаю что это все звучит как утопия но представьте себе если бы действительно политики думали о людях если бы они конфликтовали из-за того чтобы мы сами жили лучше если бы они хоть как-то заботились о нас то на войны ходили бы они их не дети и депутаты вот это простое решение понимаете есть у вас конфликт так и бейтесь между собой господа разбивайте лбы друг другу убивайте друг друга гнобить и друг друга не трогая народ но когда такое будет а это было бы логически согласитесь либо посмотрите что происходит сейчас федерации бодибилдинга россии на примере бикини но куда это идет когда этот человек который сидит в жюри он является и тренером спортсмена выступающего на сцене это абсурд не должно такого быть и насколько я знаю вроде бы сейчас как-то пытаются с этим бороться но все равно такое присутствует нужно поставить определение друзья либо ты тренер либо ты судья либо ты не имеешь права быть судьей на тех соревнованиях где выступает твой спортсмен но это же логически это же всем понятно а посмотрите что сейчас происходит бикини превратился в конвейер в огромный бизнес хуже чем вообще даже вся остальная бизнес индустрия построена на фитнесе посмотрите кто выходит кто выигрывает абсолютки девчонки с явно видимым целлюлитом для меня это просто абсурд это большой большой не хочу ругаться в эфире друзья надеюсь вам было интересно не буду вас сильно грузить следующий раз я расскажу вам о самом важном факторе для жиросжигания но я думаю кто внимательно слушал данный ролик сам уже может сказать понять что является самым главным фактором для жиросжигания пишите ваши комментарии что вы думаете о услышанном что вы думаете вообще в принципе о фитнес индустрии что вы думаете о том как грамотно нужно тренироваться на начальном уровне на продвинутом уровне если отличие между тренингом на фармакологии и без но давайте как-то делать это конструктивно критику любую конструктивную я воспринимаю воспринимаю любые заявления в свой адрес единственное давайте без личных оскорблений не оскорблять людей которых вы смотрите не оскорблять людей с кем вы вступаете в дискуссию в комментариях это все очень некрасиво и на самом деле я считаю что блогеры кто старается давать какую-то действительно полезную информацию а не пиарить себя показывая свои банки свой рельеф заявляя о том что они не мастурбируют и прочую чушь нести нам проще неправильно говорю нам важно объединяться возможно делать какие-то совместные ролики в прямом эфире дискутировать чтобы приходить к какому-то здравомыслию приходить какому-то решению которое будет полезно в первую очередь для наших подписчиков для вас и для меня является самым глупым заявлением когда многие обвиняют других блогеров в том что у них накрученные подписчики и как обосновывается это логика мне в принципе понятно но она самая глупая которая только может быть логика такая что при одинаковом количестве подписчиков у кого-то просмотров лайков комментариев больше я значит тот у кого подписчиков столько же но лайков просмотров и комментариев меньше тот накрутил себе подписчиков но это полная чушь смотреть нужно на контент того канала который представляет вам информацию если канал развлекательный как у многих блогеров то естественно подписчиков просмотров у него будет больше особенно на русскоязычном канале почему у меня при таком большом количестве подписчиков я считаю что мой канал не являясь развлекательным имея 83 тысячи подписчиков это много действительно и многие мне пишут что я накрутил да не нужно мне друзья возьмите все отпишитесь вот реально все равно потому что я даю вам информацию вы хотите ее воспринимать воспринимаете не хотите не воспринимаете и согласитесь не так интересно смотреть и слушать меня когда я пытаюсь вам что-то объяснить на своем личном опыте основываясь на полученных мной теоретических знаниях а я все-таки закончил помимо всего того что занимался самообразованием и университет на факультете физической культуры и спорта только по той пристой причине я закончил университет что я понимал что я хочу заниматься этим делом и я должен иметь высшее образование хотя бы для того чтобы чтобы быть перед своими блогерами перед своими учениками а на тот момент я конечно даже не думал о блогерстве но я понимал что мне нужно иметь базовые знания точно так же как если вы хотите развиваться развиваться заниматься в тренажерном зале вам нужно получить базовые знания для вашего тела а это является базовый тренинг силовой тренинг друзья ладно не буду вас больше грузить надеюсь вам интересно общаться со мной в прямом эфире мне тоже извините что не отвечаю на ваши вопросы здесь потому что невозможно сохранять направление мысли читая отвлекаясь на вопросы хотите получить если у вас действительно есть какой-то важный вопрос ко мне очень просто пишите мне в контакт в личку либо пишите комментарии в моей группе а лучше всего пишите комментарии на youtube на моем канале хэви метал джим также напоминаю что у меня есть сайт h.m.g.ru где все мои видео но что самое главное все мои статьи находятся в абсолютно бесплатном доступе и вы можете ознакомливаться с ними абсолютно бесплатно ну что друзья увидимся в следующий раз в тренажерном зале всем пока здоровья счастья и главное позитива и вам и всем тем кто вам дорог и 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